МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы видим красную зону во всех ведущих индексах и экономиках Европы. Мы видим, что британский ФУЦИ-100 в минусе на 0,24%, немецкий ДАКС 0,5%. Примерно теряет французский КЭК-40, 0,7%. Ну и сводный индекс крупнейших европейских корпораций, сток с евро в 600, минус 0,61%. Здесь что стоит отметить? Завтра уже будет заседание Европейского Центрального Банка, где будут уже оглашены данные по новой ставке. И инвесторы опасаются, что более агрессивную денежно-кредитную политику все-таки будут вводить в ЕЦБ. И завтра уже ожидают повышения ставки. Конечно, это негатив для инвесторов. Кроме того, порция статистики сегодня вышла довольно-таки неплохой в еврозоне. ВВП Евросоюза квартал-квартал увеличился на 0,6%, год к году на 5,4%. Это, конечно, добавляет позитива. Предыдущее значение было 5,1%, то есть 0,3% роста год к году мы видим. Кроме того, стоит сказать про Германию. Промышленное производство там хоть и не сильно, но тем не менее прибавилось. Несущественные там 0,7% примерно. Но, тем не менее, рост этот заметен. Посмотрим, насколько в дальнейшем будут изменяться и как инвесторы будут на него реагировать. Переезжаем в страны Азиатско-Тихоагианского региона. Там разноправленно закрылись ведущие индексы. Если Шанхай композит у нас прибавляет 0,68%, и японский Nikkei прибавляет больше целого процента, то южнокорейский Коспи около нулевую динамику демонстрирует минус 0,01%, и индийский нефть 50 минус 0,37%. Ну, во-первых, что стоит отметить здесь? Китай все-таки по мере снятия ограничений коронавирусных приходит в норму. Экономика постепенно оживает, потихонечку расцветает. Инвесторы верят, что совсем скоро наберет она обороты. В Шанхае уже улучшается ситуация с грузоперевозками, сокращаются задержки в портах. Также есть смысл отметить пару новостей с крупными китайскими корпорациями. BIT вскоре начнет поставлять аккумуляторы для Tesla. И Didi ведет переговоры о покупке доли в подразделении электромобилей Cinemag Automobile. Ну и Индия, которая совсем недавно кричала о том, что она готова продовольственной мировой кризис решить и поставить всю пшеницу, которая миру не достает. Затем этот экспорт она ограничила, чуть ли не полностью запретила. И вот мы читаем, что совсем скоро все-таки трейдерам немного экспортировать. Индия разрешит примерно 1,2 миллиона тонн. В целом же, что из себя представляет Индия? Что это за рынок такой неизвестный, о котором все больше и больше и говорят? Что это за экономика, которая набирает обороты и по темпам роста и развития, уже если не обгоняет, то в ближайших перспективах может обогнать Китай. Сейчас об этом поговорим с экспертом. Подключим к эфиру Филиппе Делароса, директора по инвестициям инвестиционной компании General Invest. Филиппе, добрый день. Добрый день, Владимир. Итак, Филиппе, уже традиционные наши с вами встречи. Говорили мы уже и про Японию, говорили мы и про Бразилию, и другие страны с вами рассматривались. Сегодня говорим про Индии. И расскажите нам, пожалуйста, в целом кратко, что же на данный момент из себя представляет экономика Индии, о которой у многих из нас довольно-таки смутное представление. Какие ее сильные и слабые стороны? Да, экономика Индии, прежде всего, стоит отметить, что это огромная страна, как и по площади и по населению. По площади это седьмая страна в мире, но по населению это вторая страна в мире после Китая. Там живут почти полтора миллиарда человек. Поэтому экономика страны сильно зависит от этого количества населения, которое создает внутренний огромный рынок в Индии. Если посмотреть уже на структуру экономики, можно сказать, что это все-таки аграрно-индустриальная страна. 60% населения работает в сельском хозяйстве, при этом в Индии присутствуют сильные индустриальные сегменты, такие как машиностроение, черная металлургия и энергетика. Поэтому существует некий баланс между этой промышленностью, которая есть в стране, и аграрный сектор. Стоит тоже отметить то, что в аграрном секторе, как вы упомянули, Индия один из лидеров мировых, но все-таки эта индустрия фокусируется все-таки больше на внутренний рынок. Индия – это крупнейший производитель молока в мире и второй производитель чая в мире. Поэтому этот баланс все-таки есть, со временем значимость сферы услуг увеличивается и уже на данный момент заставляет больше половины в ВВП стране. Вот здесь, знаете, все-таки мне хотелось чуть подробнее, Филипп, остановиться, если мы говорим про продовольствие. Действительно, страна аграрная и огромная, безусловно, и много она продукции производит. Вот и по поводу пшеницы, о том, что я уже сказал. Вроде как бы Инди говорил, что она может решить продовольственный кризис. Затем она отменяет, ставит эмбарго на экспорт. Затем, вроде как, частично мы видим, 1,2 миллиона тонн готовы они трейдерам позволить экспортировать. Та же самая ситуация была и с рисом, и с сахаром. Вроде как бы можно было, но потом нельзя было его экспортировать. Но вот в контексте вот этих событий, этих новостей, все-таки насколько большие перспективы Индии стать именно продовольственным таким гегемоном в мире и решить мировой продовольственный кризис. Есть ли такие возможности и перспективы? Или, скорее всего, все-таки они сфокусируются на внутреннем спросе и уже никуда ничего ввозить не будут в больших объемах? Да, конечно, мне кажется, вот это громкие заявления на то, что мы сейчас решим все проблемы, всем поставим пшеницу, молоко и так далее. Но это громко сказано. Мы понимаем то, что прежде всего индийское правительство фокусируется на внутренние проблемы. Поэтому они, конечно, могут разрешать чуть больше экспортировать по определенным сегментам. Но все-таки, если мы смотрим сейчас на внутреннюю ситуацию, которая больше всего волнует индийское правительство, нежели что происходит в остальных странах, то мы видим то, что правительство уже видит то, что цены и инфляция в стране ушла из таргета. То есть, напоминаю, в Индии центральные банки стараются держать инфляцию на уровне от 2 до 6%. В принципе, в прошлом году это удалось, но последние данные по инфляции показывают то, что там она уже составляет где-то 7-8%. Поэтому, мне кажется, все дальнейшие шаги по поводу экспорта, тем более продовольствия, будут очень аккуратны. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что вот сейчас Индия рассчитывает все эти проблемы, только может быть отдельно увеличить мощности там и где-то возможно. Ну, безусловно, на фоне растущей инфляции, какой-то массовой и масштабной поставки в плане экспорта ждать, это было бы действительно странно. Но понаблюдаем в нашем мире, чего только может не произойти. Филипп, интересно про рупию. Что сейчас происходит? Рупия и на нашем валютном рынке сейчас становится одной из самых популярных валют. В разы выросло количество операций у наших инвесторов по рупии. Да и к тому же взаиморасчет с Индией вроде как налаживается в рублях рупии. В целом, какой сейчас перформанс демонстрирует индийская валюта? Индийская валюта, на удивление, довольно стабильна. То есть она в этом и сильно отличается от валют других стран. Если сравниваем перформанс индийской рупии по сравнению с бразильским реалом, южноафриканским брендом, колумбийский или чилийский песо, то индийская валюта, скорее всего, себя ведет как твердая валюта последние несколько лет. Однако мы наблюдаем то, что с начала этого года была небольшая девалюация индийской рупии. При этом эти валюты стран, которые упомянули, развивающихся стран, там было укрепление против доллара. Это почему? Потому что в последнее время, несмотря на то, что индийская рупия очень стабильная, эти цены на нефть, растущие цены на нефть, спровоцировали, в том числе, спровоцировали то, что платежный баланс индийский, он стал еще более 30 лет. Не на много, примерно на 1% пункт, но при этом это важно и для индийской рупы. Поэтому, несмотря на то, что это довольно стабильная валюта, недавно она осталась слабее других, скажем так, персов развивающихся рынков. Так, спасибо, спасибо за рупий. Мы, конечно, будем продолжать пристально следить. Филипп, ну и, пожалуй, не можем обойти стороной, конечно же, фондовый рынок Индии, который также сейчас свою привлекательность набирает для инвесторов и для российских в том числе. Что бы вы могли выделить именно здесь, среди индийских компаний, на кого стоит обратить пристальные взгляды и, может быть, в какие-то позиции можно заходить уже прямо сейчас и почему буквально в паре слов про каждую компанию? И здесь стоит упомянуть, что несмотря на размеры индийской экономики, на размеры страны, рынок, он все еще небольшой, относительно небольшой. И за разных причин он только начинает развиваться, регулирование на месте довольно жестоко. Поэтому, если мы сравним, допустим, с Китаем, где есть очень много опций для инвестиций, или даже с Бразилией в Индии, они аналогичны или меньше. При этом индийский рынок, если смотрим на широкий индийский рынок, он торгуется с премией. Если посмотреть по мультипликатору, он торгуется примерно по мультипликатору чистой прибыли, но цены на чистую прибыль торгуется примерно по 19. Это дороже, чем американский рынок, который торгуется по 17 и значительно дороже других развивающих стран, которые все время торгуются по 11 пи. Поэтому это довольно дорогой рынок. Есть причины для этого. Это растущая экономика. В этом году ожидается то, что индийская экономика вырастет почти на 9%. Тоже корпораты показывают рост чистой прибыли примерно на 16-19%. Но это заложено в цене. Поэтому, на наш взгляд, у нас очень нейтральный взгляд сейчас на Индию, потому что уже довольно дорогой рынок. При этом есть интересные истории, как и в каждой стране есть интересные истории. И здесь я бы обратил внимание на два сегмента. Первый – это автопроизводители. Именно акции Tata Motors. Это, я напоминаю, это крупнейший автопроизводитель Инди. И почему нам нравится? Потому что они занимают долю в электрокарах Инди примерно 90% уже сегодня. При этом электрокары в продажах машин в Индии заставляют только 1%. А правительство Индии планирует к 2030 году увеличить долю электрокаров в экономике с 1% до 30%. Поэтому, безусловно, Tata Motors будет один из бенефициров этой инициативы правительства Индии. А тоже я бы выделил Reliance Industries. Это такой большой конгломерат, занимает 10% в индексе. Мне кажется, все, наверное, знают эту компанию. Она интересна, потому что она, ну, эта компания лидер в нефтегазовом санкторе в Индии. При этом у них тоже есть растущие сегменты, как в ритейле, как и в меди-телекоме. Поэтому я бы обратил тоже внимание на эту компанию и для экспозиции в Индии. Мы увидели массовые панические распродажи в депозитарных расписках, которые частично и вчера продолжились, но вроде как дно уже локальное прощупано. Сейчас инвесторы начинают эти просадки выкупать. И сегодня мы видим, что многие расписки вернулись к росту. Так вот, в целом, что это за движение, насколько долго этот тренд у нас намечается, сейчас также обсудим с экспертом. Это будет Сергей Кучин, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС Мир Инвестиций. Сергей, добрый день. Владимир, добрый день. Итак, Сергей, шок у нас прошел, начали откупать. Как вы считаете, какое движение у нас дальнейшее может продолжиться? Этот тренд уже наметился все-таки позитивно или рано еще говорить? Мне кажется, рано об этом говорить. Шок только от шестого пакета санкций. Он еще не до конца прошел, потому что действительно есть риски, как говорят на рынке, что с АДР-ками произойдет. Это тоже произошло с нашими АДР-ками на Лондоне, поэтому инвесторы сейчас больше включают эмоции, чем какие-то фундаментальные оценки компаний и продолжают закладывать риски. Но не будем говорить так громко, обнуление то, что произошло с нашими АДР-ками. Поэтому, на мой взгляд, этот отток, который мы видим сегодня и вчера, это закрытие коротких позиций. Мы видели, что, в частности, наши клиенты с 1 июня наращивали шорты по компаниям, которые не платят дивиденды. И вчера, сегодня, на мой взгляд, это просто закрытие шортов. Никакого позитивного тренда в расписках мы пока не видим. Сергей, а причем ведь динамика такая достаточно разная в депозитарках. Если мы видим, что вчера уже первым вроде как более-менее, насколько показалось, Global Trans оклемался. И вроде в моменте 3,5% он вчера прибавлял. Сегодня позитивные движения у него продолжились. И другие присоединились. Но есть те, которые, в принципе, отстают. Их как-то не особо хотят выкупать инвесторы, в том числе и ВК. Мы видим, он прибавляет сейчас 3 с небольшим процентом. Но, тем не менее, если сравнивать с тем, сколько он потерял, понятно, у компании сейчас много поводов для негатива. В том числе и смерть одного из топ-менеджеров. Конечно, тоже фактор влияющий. Но, тем не менее, почему такая разница в росте? Почему более привлекательна для инвесторов, чем другие? Почему так осторожно? Вы отчасти ответили на этот вопрос. Потому что, в частности, ВКонтакте у него есть фундаментальные проблемы. Это огромная потеря выручки от рекламного бизнеса. Игровой бизнес не так развивается. И до сих пор неохотно переходит в эту социальную сеть. Поэтому, помимо того, что там есть инфраструктурные риски с тем же делистингом, есть еще фундаментальные внутри компании. Поэтому, на мой взгляд, здесь абсолютно все закономерно. В частности, X5 мы видим, что агрессивно вырос за последние, сегодня, вчера. Как раз из-за того, что, если посмотреть его EBITDA за прошлый год, она практически на текущий момент капитализации компании, то ВКонтакте эта история еще далеко от конца. Ну, причем, да, ВКонтакте довольно-таки интересно. Вроде как они пару месяцев назад отчитывались, что, естественно, за неимением альтернативы подписчиков количество невероятно увеличилось. И не только в социальной сети, но и в других сервисах. Потом, конечно, ряд негативных известий. В итоге мы видим на дне эти бумаги. Никак они тоже не могут в себя прийти. Вот мне ваше мнение по поводу X5 интересно. Да, они агрессивный рост сейчас показывают. Но вот насколько этот рост продолжен? С одной стороны, шок и опасения, связанные с депозитарными расписками, существуют. С другой стороны, все наши ритейлеры сейчас также являются бенефициарами и инфляции в том числе. И, в принципе, некоторые даже называют инвестдома их защитными активами, потому что продуктами-то всегда нужно идти. Вот вы перспективы X5 в дальнейшем как оцениваете? Очень позитивно смотрим на эту компанию. Более того, сейчас X5 оценена практически в два раза дешевле, чем магнит. Поэтому инвесторы также начинают сравнивать магнит с X5. У нас потенциал роста аналитиков более 100%. И я согласен с участниками рынка, которые говорят, что ритейлеры будут как раз бенефициарами роста инфляции и укрепления рубля. Поэтому X5, с учетом всех рисков делистинга, мы его рекомендуем к покупке. Ну что ж, Сергей, и с учетом тех движений, которые сейчас в расписках происходят, насколько, да, как вы сказали, позитивного пока здесь ничего не видится. Но, опять же, с учетом уже нынешнего отскока, который мы сегодня видим, по вашему мнению, сейчас насколько интересно, привлекательно и, самое главное, безопасно для нас, для российских частных розничных инвесторов, которые устали переживать и вырывать волосы целыми кулаками, насколько сейчас безопасно, в первую очередь, заходить в позицию по депозитаркам? Либо пока все-таки не стоит и надо поосторожничать. Я считаю, что это небезопасно на данный момент заходить в расписки. Мы видели шестой пакет санкций, седьмой не за горами. Всегда российский рынок славился дивидендными историями. У нас есть на рынке очень много компаний, которые объявили огромные дивиденды, в частности, «Газпром» больше 52 рублей на акцию, 15% дивиденды. Зачем вам рисковать брать компанию «Роста», которая не платит дивиденды? Есть инфраструктурные риски, когда у нас на тарелке лежат такие вишенка на торте. То есть, хорошо, а еще вишенок, может, сможете поднасыпать? Кроме «Газпрома», кого бы в эту корзиночку сладкую можно было добавить? Сегодня интервал отсекается по дивидендам. Это МТС, Сургутнефтегаз привилегированный. Еще раз повторюсь, российский рынок всегда славился не компаниями, а просто то, что примерно на том же американском рынке индекс «Насдак» у нас всегда были в цене компании стоимости, те, которые платят большие дивиденды. Да, безусловно. Большое спасибо. Сергей Кучин, начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир Инвестиций». Обсудили сейчас ситуацию с депозитарными расписками на российском фондовом рынке. Я напомню, что после введения шестого пакета санкций Евросоюза против России, в том числе были ограничения и против национального расчетного депозитария. После этого, после окончания выходных в понедельник, мы увидели массовые панические распродажи инвесторов непосредственно депозитарных расписок. Многие теряли 7-8% в моменте, но во вторник уже Global Trans потихонечку начал приходить в себя и стал первым из депозитаров, кто начал отскакивать в моменте. Он прибавлял 3,5%. Но, тем не менее, распродажи продолжились. Зато уже ближе к концу основной торговой сессии инвесторам удалось частично выкупить эти просадки. Сегодня это движение продолжится. Но, как сказал эксперт, возможно, мы просто видим закрытые шорты. Поэтому, в принципе, позитивного тренда здесь не намечается. И довольно-таки опасно сейчас именно заходить в позиции по распискам. Эксперт рекомендует лучше обратить внимание на дивидендные акции, в том числе «Газпром», который, я напомню, обещал дивиденды в этом году 52 с небольшим рубля за акцию. Но, да, действительно, российский рынок своими доходностями дивидендными славится. Но, я напомню, при том, НЛМК, один из крупнейших наших сталелитейных экспортеров, сталеваров, отказался от дивидендов. Один из последних, собственно, друг за другом они отказываются, крупнейшие наши компании, дивиденды платить. Но это не повод не заходить в позицию, не усреднять и не держать их в своем портфеле. Потому что есть вероятность, что все же с восстановлением экономики и постепенным снятием санкций дивиденды все-таки к нам вернутся. Пожалуй, это все из того, что происходит на рынках на данный момент. Я, конечно же, об интересном. Я Владимир Аркерейский и всего вам самого качественного.